Всем привет, дорогие друзья, дорогие мои подписчики! Сегодня видео на тему, о которой я давно хотела записать видео, но не решалась. Не решалась почему? Потому что это очень такая тема, люди как-то очень болезненно на нее реагируют. И я, если честно, очень боялась разочаровать моих зрителей, но вот все-таки решилась на это дело. Я сегодня записываю снова на улице, я надеюсь, что не будет ни шума, ни соседей, которые делают ремонт, и вообще никаких других помех, ни пчелок жужжающих вокруг. Сижу я снова в своем кусту сирени, который, в общем-то, уже отцвел практически, уже мало что от него осталось. К сожалению, у нас очень-очень жаркая весна, мы уже включили кондиционер, и как результат, конечно, все цветочки у нас засохли. Так вот, на фоне засохшей, засыхающей, отмирающей сирени будем говорить о вечной молодости. Я надеюсь, что у нас получится хорошее видео на эту тему. Итак, о косметических процедурах. Давайте сразу с вами договоримся, что каждый человек имеет право и имеет свое мнение на свое право на эту тему. Я хочу сказать, что сложилась какая-то такая странная ситуация, что на тему косметических процедур говорит стыдно. Как будто бы это что-то постыдное и что-то такое практически вообще что-то незаконное и вообще что-то, о чем говорит стыдно. Ну, это достаточно странная ситуация, потому что на самом деле человек, который делает косметические процедуры, он это делает для того, чтобы выглядеть лучше, выглядеть моложе или хотя бы выглядеть хорошо на свой возраст. Что, в принципе, почему-то считается как бы постыдным и неудобным, что человек стремится выглядеть лучше, чем он есть на самом деле, как бы по его возрасту. То есть стремится выглядеть моложе или стремится выглядеть хорошо на свой возраст. При этом пользоваться разными кремами, делать массажи, ходить к косметологу на всякие пилинги и вот это вот все. Это как бы нормально. Об этом очень многие блогеры рассказывают. А вот о своих косметических процедурах очень многие скрывают. Ну, вот такая вот сложилась какая-то ситуация. Я даже не знаю, почему так как-то получается. Даже вплоть до того, что даже я, как бы я долго думала снимать мне это видео, не снимать, рассказывать, не рассказывать, потому что есть вот какое-то такое негативное отношение к этому ко всему. Все-таки я решилась на это и с третьего или четвертого дубля я посела записывать это видео, потому что у меня что-то все никак не складывалось и не получалось. Ну, давайте начнем и приступим. Мне 54 года, вы, наверное, знаете. Я надеюсь, что это было что-то случайное, случайное какое-то жужжание, а не опять какой-то ремонт у соседей. Я до 50 лет не делала никаких косметических процедур. Нет, я неправду вам сказала. Я сделала первый раз ботокс под вокруг глаз, когда мне было там что-то такое с чем-то лет, 45-46, что-то такое. Потому что у меня с самого-самого молоду очень много мимических морщин вокруг глаз, прям вот лет с 30 и с чем-то. Тогда, когда еще все девочки такие гладенькие, как яички, а у меня при улыбке вот тут собиралось прям так много-много морщин. Мне это очень, мне это очень не нравилось, естественно, но я как-то так с этим жила. Потом решила, появился ботокс, он стал популярен. Я подумала, давай-ка я попробую. Я сделала ботокс первый раз, и мне страшно не понравилось это делать, потому что у меня очень сильно поменялось выражение лица. Мимика лица, и, в общем-то, ну, я стала сама на себя не похожа. То есть, как бы, я решила, что я больше этого делать не буду, потому что как-то это было странно. Пусть лучше будут морщины, чем вот такая вот странная какая-то натянутая улыбка одними губами, а глаза не улыбаются. И какие-то они стали такие, как, знаете, старые совы, короче, глаза. И я решила, что я вокруг глаз ботокс больше делать не буду. Ну, и вообще как-то я забыла про это дело. Жила себе, жила, как я есть, до одного прекрасного дня. Это произошло буквально overnight, вот знаете, вот через ночь. Вот я встала, и вдруг я поняла, что у меня лицо вот прямо вот стали такие глубокие морщины. Носогубные. Очень сильно опустилась вот птоз начался кожи. Овал как-то очень сильно испортился, знаете, он как-то так обвис. Появились большие брыли, вот тут вот эти вот складки вот здесь. В общем, много-много складок и много лишней какой-то повисшей кожи, которая взялась неизвестно откуда. И случилось это все очень быстро. Это произошло буквально, ну, за несколько месяцев до моего дня рождения, до моего 50-летия. И я действительно как-то не замечала, не обращала внимания, и меня это не беспокоило. Вот буквально до вот одного прекрасного дня, когда я проснулась, посмотрела на себя в зеркало и поняла, что у меня все это здесь очень, все это некрасиво и очень не... Ну, в общем, некрасиво и очень меня старит. А если решусь, то я поставлю где-нибудь вот фотографию, то, как это выглядело до. Вообще-то ужас ужасный, может быть, я не решусь, потому что немножко стремно, немножко это некрасиво. Ну, и я, в общем-то, недолго думая, собиралась к врачу-косметологу, стала спрашивать, узнавать, где что-чего, у кого, кто кого знает. И я обратилась к этой даме, доктору, и, в общем-то, она как бы, ну вот, подтвердила мои мысли о том, что на самом деле морщины, они как бы... Морщины не так старят человека, как вот именно обвисшая кожа, вот именно вот в нижней части лица. Потому что те мои морщины вокруг глаз, с которыми я, в общем-то, мирилась и совершенно спокойно к ним относилась, как бы я ничего не... Один раз попыталась сделать воток, мне не понравилось, но я себе жила дальше спокойно. А вот эта вот ситуация в нижней части лица, она очень-очень меня как-то, в общем, беспокоила, и мне очень это не нравилось. Она предложила мне сделать серию уколов филерами, вот в нижнюю вот эту вот, по нижней части лица, для того, чтобы заполнить какие-то вот, вот эту вот лишнюю кожу, которая, собственно говоря, откуда ни возьмись взялась, и сделать мне немножко филер вот сюда, вот, где были очень глубокие, очень сильные, такие, знаете, это называется марионеточные морщины. Мы это всё сделали, мне это понравилось, сразу, как бы, лицо просто, вот, знаете, вы приходите к врачу, потом она всё это делает, даёт вам зеркало, и прошло полчаса, и вы на 10 лет моложе, вот, серьёзно. И, в общем-то, как бы, мне очень понравился результат, это действительно было здорово, это действительно было классно. Это не очень приятная процедура, как любые уколы в лицо, как бы, любая инвазивная процедура, она не очень приятная процедура, и вы понимаете, что, естественно, надо немножко потерпеть, но, в принципе, результат того стоил. И, в общем-то, вот, это было 4 года назад, после этого я год, наверное, ничего не делала, и потом я, у меня ещё появилась такая странная, очень странный эффект, у меня верхняя губа стала почему-то как-то меняться в сторону несимметричную, то есть у меня, как бы, с одной стороны она как-то сильно опустилась, в общем, ну, как-то странно, как-то, знаете, съелась с одной стороны, с одной стороны было получше, а с другой стороны стало как-то так грустно, упало. И очень сильно у меня появились вот здесь вот носогубные складки. Вернее, они у меня тоже были с самого начала, но как-то особенно на них не обращала внимания, вот эта вот меня обвисшая кожа очень меня здесь расстроила, а это уже как было. Ну, и, в общем, прошёл год после первой процедуры, я к ней вернулась, мы немножко вот сюда, вот мы подкололи носогубку и немножко подкололи верхнюю губу, но не для того, чтобы свисток сделать, знаете, чтобы была большая губа, а для того, чтобы придать симметрию, как бы, ей, чтобы, потому что та часть, которая осталась такая, какая она была, мы почти что её не трогали, а подкололи немножко филеров ту часть, которая как-то вот у меня деформировалась. И плюс ко всему у меня ещё были достаточно сильные вот эти кисетные морщины, что называется, потому что я, мол, стекурила много, ну, немного, курила, курила, пила, что только я не делала. Шутка, шутка, шутка юмора. И у меня было много кисетных морщин, тоже с молодой, и тоже как-то они меня особо не беспокоили, но если я уже пошла исправлять несимметричность губы, то, в принципе, это как бы как результат исправились, раскладились, расправились вот эти самые кисетные морщины, чему я тоже была очень рада. Что ещё, что ещё, что ещё? Да, немножко она мне сделала филер в скулы, но не для того, чтобы увеличить скулы, а опять же потому, что когда вы делаете немножко филер вот сюда в скулы, у вас как бы кожа снизу вот эта вот, она подтягивается немножко, потому что появляется здесь объём, и он натягивает кожу. Собственно говоря, это было три года назад, и вот тогда, четыре года назад я сделала овал, и три года назад я сделала губу, носогубку и скулы, и всё. Вот в смысле филеров я больше ничего не делала себе в течение трёх лет. Я вам хочу сказать, что результат, в принципе, держится до сих пор. Вот я не могу сказать, что вот люди говорят, что филер делаешь, он потом уходит. Это правда, я тоже слышала, что он выветривается, и он не остаётся под кожей, и он как бы, надо докалывать и докалывать. И вот эта вот известная как бы фраза, что вот вы только начнёте, потом вы не сможете остановиться. Вот я вам хочу сказать, что три года назад я сделала, вот четыре-три года назад я сделала то, что я сделала. Вот у меня до сих пор вот совершенно нету практически здесь морщин носогубки. У меня губа находится в том же состоянии, в котором она была три года назад. То есть вот то, что мы сделали, вот это вот, это не то, что у меня за три года она как бы опала. Она у меня, ну, может, совсем чуть-чуть она стала меньше, но, в принципе, три года назад она была вот практически точно такая. То есть я не увеличивала себе губу, я просто ей как бы сделала её симметричной. Она, кстати, до сих пор немножечко не 100% симметричная, но, знаете, я считаю, что лучше не доколоть, чем переколоть. Пусть лучше она будет немножко несимметричной, чем какая-то неестественно большие надутые губы. И опять же, вот здесь вот у меня ничего не вернулось. Овал, овал, знаете, у меня не идеальный овал. Я не могу сказать, что я 100% довольна своим овалом, но она мне объяснила, доктор, что если переколоть сильно вот именно вот в эту нижнюю часть филерами, то лицо может стать такое, знаете, какое-то квадратное, такое мужеподобное. Уйдёт женственность, уйдёт вот этот вот женский, так сказать, нежный овал лица. Поэтому я решила, пусть у меня лучше будут какие-то немножко неперфектности, недостатки, чем слишком такой передутый, надутый вот этого, то, чего все боятся, вот этого надутого лица резиновой куклы. Что ещё я делаю? Да, я стала делать ботокс в лоб. Я, кстати, попробовала ещё раз сделать ботокс вокруг глаз, потому что когда я сделала это первый раз, и мне очень не понравилось, я подумала, может быть, был неудачный врач. А когда я стала ходить к этой доктору, и мне понравилось то, что она делает, я решила попробовать сделать ботокс ещё раз вокруг глаз уже у другого доктора. Получился тот же самый эффект. У меня странное стало выражение лица, какая-то неестественная улыбка, какие-то выпученные такие совиные глаза, чего мне это очень не нравилось. Но что хорошо с ботоксом, что он, в общем-то, через 3-4 месяца улетучивается, и если его не делать, то ещё раз, то, в общем-то, в течение где-то 3 месяцев вы ходите, и он как-то постепенно-постепенно так уходит, и вы видите, что у вас меняется назад всё выражение лица, и всё меняется назад, и всё возвращается, как было, а через 4 месяца-5 месяцев он вообще фактически не остаётся, как и не было. И, так сказать, сильно изуродовать себя ботоксом невозможно. Даже если вам что-то не нравится, то потерпите 3 месяца, это пройдёт. И, если честно, я не знаю много людей, которым бы не шёл ботокс вот такой глаз, как мне. Вот я такой человек, у меня такое строение лица, что мне очень это не идёт, у меня такая мимика, что мне очень не идёт это. А есть очень много людей, которые делают, и очень довольны, и всё как бы у них хорошо. И я должна сказать, что то, что я вот рассказываю про ботокс, что мне не шёл ботокс, это, в общем-то, видела только я. Это не нравилось мне, потому что я знаю очень хорошо своё лицо, очень хорошо знаю свою мимику. А люди посторонние, они вообще практически ничего не замечали, потому что, ну, каждый человек знает своё лицо, а чужие люди, как бы, они... Ну, человек, лицо, улыбка, в общем-то, для них... Им трудно понять, что что-то с лицом не так. Нет, наверное, года полтора назад я стала делать ещё ботокс в лоб, потому что у меня появились очень сильные такие горизонтальные морщины на лбу, а у меня нет чёлки, я ношу волосы без чёлки, поэтому это было очень видно. На мой взгляд, они очень меня старили. Я не делаю ботокс вот сюда в переносе, потому что у меня здесь, как бы, вот никогда не было этой проблемы. Я никогда не могла даже без всяких ботоксов вообще вот свести, нахмурить брови, насупить. У меня вообще никогда не было этой проблемы. То есть у меня вот этой складки здесь нету. Это не то, что я сюда себе калю ботокс, я нет. Ботокс я калю вот сюда немножечко в лоб и немножечко вот сюда вот подкалывает она мне сюда ботокс. Это как бы поднимает верхний век, немножко поднимает бровь, веки становятся более-таки открытые, глаза менее опущенные веки. Вот сейчас они у меня довольно опущенные, потому что я очень давно не делала ботокс. В лоб, наверное, месяцев 7, если не больше, потому что я уже не помню, потому что у нас всё закрыто, всё на локдауне. И когда последний раз я делала, когда это было открыто, это было очень давно. Ну и вот, наверное, когда всё откроется, я пойду и снова сделаю тебе ботокс лоб. Теперь я хочу сказать вам по поводу того, что есть очень много инсинуаций, разговоров о том, что это вредно, не вредно. Есть много очень людей, которые вообще не имеют ни малейшего представления, что такое ботокс, что такое филер. И больше того, они совершенно, они считают как что-то одно и то же, они путают. Я очень иногда смотрю какие-то видео и читаю потом комментарии о том, что люди пишут, ой, не смейте себе делать ботокс, у вас лицо надуется как, и будет раздутое, как подушка. Значит, лицо раздуться может от филеров, то есть можно переколоть слишком много филеров, и у вас действительно лицо станет такое, знаете, похоже на все лица известных нам селебрити, которые выглядят не очень хорошо. А ботоксом невозможно раздуть лицо. Ботокс убивает подвижность мышц. И это действительно яд, это правда. Но ботокс был придуман, может быть, вы не знаете, но ботокс был придуман как лекарство от мигрени. Кстати, в Канаде, в городе Ванкувере, в Британской Колумбии, первый раз инъекции ботокса были сделаны в 1980 году. То есть прошло больше 40 лет, на самом деле. И поэтому те, кто говорят, что это яд, как вы колете себе под кожу яд, и вообще неизвестно, что с вами будет через 20 лет, я вам хочу сказать, что инъекции ботокса существуют уже в течение 40 лет. Достаточно уже базы данных, и достаточно уже research как бы был сделан, и есть уже люди, которым уже 40 лет, так сказать, колют ботокс на протяжении 40 лет. И что будет с ними после 20 лет, уже как бы, в общем-то, известно, что будет. И плюс ко всему, еще раз хочу повторить, что, да, это звучит ботулотоксин, это звучит как яд, но придумано это было как лекарство, как лекарство от мигрени. Такие самые уколы просто обнаружили побочное явление, что он разглаживает морщины. Поэтому говорить о том, что вы колете себе яд под кожу, неизвестно, что вы колете, это немножко нерелевантно, по той причине, что это, в общем-то, лекарство. Лекарство, которое было одобрено как лекарство министерствами здравоохранения многих-многих стран и, в общем-то, всякими другими инстанциями, организациями. То есть, я думаю, что опасностей в нем не больше, чем в любом другом лекарстве, которое, в общем-то, мы пьем без опасений и не думая о том, что это яд или не яд. Вот. А что касается того, что вот почему-то люди считают, очень много есть таких мнений о том, что вот, во-первых, как только вы начнете делать процедуры, вы не остановитесь, и вы будете это делать и делать, и, в общем-то, превратитесь в надутую подушку и вот это вот все. Я хочу больше что-то сказать. Во-первых, по поводу того, что вы будете делать и делать, и не остановитесь. Вот я вот живой пример того, что 4 года назад я что-то сделала, 3 года назад я что-то сделала, и с тех пор я не делаю никаких филеров, а делаю только ботокс в лоб, потому что мне не нужно. То есть, идея о том, что вы начнете что-то делать, а потом вы не сможете остановиться, я, честно говоря, не знаю, кто не сможет остановиться. Если вам ничего не надо разглаживать, ничего не надо делать, то вы прекрасно сможете остановиться. Это раз. Второе, опять же, есть какая-то такая, знаете, что вот вы пойдете себе что-то колоть в лицо, какие-то филеры, и вы сразу превратитесь в вот такую вот надутую резиновую куклу. У нас много примеров, опять же, наших селебрити и не селебрити, девушек, которые все похожи одна на одну и которые выглядят, мягко говоря, не очень. Я, как человек, который это делал и знаю, я вам хочу сказать, что для того, чтобы превратиться в такую надутую куклу, если вы думаете, что вы пойдете сразу и сразу вас так наколит, что вы превратитесь в такой вот монстра надутого, то вы очень ошибаетесь. Во-первых, для того, чтобы превратиться в такого надутого монстра, вам нужно достаточно много средств, потому что это, в принципе, довольно недешевое удовольствие. Каждый шприц, каждый сиренч, который вам колет на кубу там или в скул или куда-то, он стоит достаточно дорого. И для того, чтобы превратиться в надутую подушку и надутую резиновую куклу, вы должны очень достаточно много этих шприцов в себя вколоть и заплатить очень много денег. Не очень много есть людей, так скажем, которые могут себе, во-первых, это позволить, начнем с того, а во-вторых, ну, вы знаете что, во-первых, вы должны идти к хорошему доктору, который вам лишнего не наколит. Если вы идете к хорошему врачу, который не хочет на вас нажиться, а хочет сделать так, чтобы вы были довольны тем, что он вам сделает, он вам уколит ровно столько, сколько вам надо, и вы будете выглядеть естественно, и вы будете выглядеть натурально. Он никогда не раздует, не надует вам в лицо весь неизвестно, сколько это гиалуронки, шибы, вы выглядели, как какая-то вообще неизвестно кто. Только если вы сами его об этом попросите и будете очень сильно на этом настаивать, тогда, конечно, скорее всего, он согласится вам это сделать, но, опять же, для этого существуют мозги, какой-то вкус и понятие о том, что есть какой-то, ну, в общем-то, есть предел тому, сколько вы можете в свое лицо вколоть филеров, нужно вам это, не нужно вам это, потом, кроме всего прочего, вы, когда идете первый раз, вы можете сделать немножечко, посмотреть, нравится, не нравится, если не нравится, с теми же губами, вы можете пойти доколоть чуть-чуть еще, и не нравится еще чуть-чуть, то есть, это не значит, что вы сразу, вы пришли к доктору, и вы выходите вот с такими вот губищами, которые вообще совершенно не знаете уже, потому что с ними делать, ну, как бы нормальные, вменяемые люди так не делают, поэтому разговоры о том, что вот вы только начнете, вы только пойдете, вы пойдете один раз, и вы выйдете оттуда каким-то монстром надутым, это совершенно, совершенно нерелевантно, неправильно, поверьте мне, это, ну, надо быть, я не знаю кем, для того, чтобы вот так вот пойти и сразу сказать врачу, чтобы он сделал вам вот такие скулы, вот такие губы. Нормальный врач для начала не станет этого делать, во-первых, а вы сами для начала должны иметь голову на плечах и понимать, что вы делаете с собой, с вашим лицом. Я надеюсь, что мои зрители все адекватные люди. Я надеюсь, что не будет большого холивара в комментариях о том, что фу, не надо это все делать, что вы с собой делаете, зачем вы все это делаете. Я надеюсь, что мы будем адекватно общаться. И я надеюсь, что я взрослый человек, я знаю, что ему делать со своим лицом. Также я надеюсь, что любой взрослый разумный человек знает, что ему делать со своим лицом. Вы можете быть противниками, вы можете быть за косметические процедуры и против, но каждый человек должен это решать для себя по тому, что ему нужно, что ему важно в жизни. Опять же, я скажу, что вот эта фраза, что мы должны стареть естественно и стареть красиво, каждый понимает ее по-своему. Я считаю, что стареть красиво Это выглядеть хорошо На свой возраст Не молодиться Не пытаться выглядеть моложе А выглядеть хорошо на свой возраст И для этого все разумные средства хороши Если вы любите делать массаж И вы любите крема И вы любите То, что вы любите Вы, конечно, можете делать это Если это помогает и работает Если вы любите Но вы считаете, что делать косметические процедуры Это окей вы можете делать косметические процедуры еще раз повторюсь что стареть красиво для меня это не значит что нужно махнуть на себя рукой и вот ходить так как есть естественно натюрель если вам это важно и вам то нужно то вы можете сделать какие-то процедуры со своим лицом для того чтобы выглядеть хорошо выглядеть естественно и так скажем выглядеть хорошо на свой возраст потому что я вам еще раз повторюсь ну вот посмотрите на меня я не думаю что глядя на меня можно сказать что у меня есть какие-то филеры в лице или что-то такое яду я считаю мне кажется что я выгляжу достаточно естественно и в общем-то трудно даже предположить что что-то такого меня есть но вот тем не менее я как бы пример того что если человек что-то делает со своим лицом это не обязательно должны быть надутые губы огромные скулы и какие-то вот совершенно невменяемые лица которые мы часто видим на экране телевизора все да всем все люблю целую увидимся в следующем видео всем пока пока из канады с вами была ваша дита вай